Да, начать хотелось бы немножко с биографии. В 2009 году вы закончили специалитет Орловского университета по специальности география, квалификации учитель географии. То есть вы хотели стать биографом? Не совсем так. Я получал одновременно два образования в специалитете, и мое основное образование было по направлению экономика и специальности мировая экономика. А второе образование было действительно география. Ну да, я вроде как учитель географии параллельно, но все-таки нет, это мое второе образование, которое я правда получал параллельно с Пермой. После школы я не знал куда идти, поэтому решил пойти туда и туда. А не сложно было совмещать? Сложно было, но все-таки Орловский государственный университет это не высшая школа экономики, поэтому мне, в общем, довольно легко давалась учеба. И поэтому, чтобы не было слишком легко, я решил пойти на два направления. А вы занимались какой-то внеучебной деятельностью? Какие-нибудь спортивные секции? Ой, я много чего делал. Я вообще был очень активным студентом. Я был одним из организаторов движения «Что, где, когда в Орле». Спортивное «Что, где, когда в Орле». Я играл в футбол много раз в неделю. Я кандидат мастера по шахматам и, собственно, выступал за сборную университета. У меня была довольно насыщенная жизнь. Учеба мне довольно легко давалась. Вот. И где-то я, конечно… Ну, то есть, если бы я активнее занимался бы учебой, то, наверное, я бы мог достичь еще большего, чем я достиг сейчас. Я, на самом деле, довольно слабо… Ну, в смысле, не очень сильно напрягался учесть, скажем так. А после выпуска вы поступили в Академию Плехановой и там уже получили степень кандидата? Не, не совсем так. Нет, я поступил в аспирантуру в вышке. Просто защищал кандидатскую диссертацию я в Плехановском университете. Вот. Потому что в вышке не было самостоятельного диссертационного совета по мировой экономике. Вот. Поэтому, собственно, защита у меня проходила в Плехановском университете. А в аспирантуре я учился в высшей школе экономики. С 2009 года я был в вышке. Здорово. А помимо этого вы также прошли большое количество стажировок за рубежом. Вот я вижу, в Гарварде, в Стэнфорде. Расскажите, во-первых, зачем вам Плехановский стажировки? То есть с какой целью вы поехали туда? Ну, я… В 2011 году я попал в Стэнфорд. У нас была программа стажировок у преподавателей и аспирантов нашего факультета. И моя основная задача в Стэнфорде была подготовка собственного курса. Ну, чуть-чуть работы на диссертации, конечно, но в основном это подготовка собственного курса по экономике окружающей среды, который я, собственно, и подготовил на основе Стэнфордского курса, который я там прослушал в течение семестра. И, конечно, ну, это мне очень много дало. С одной стороны, в плане чисто профессиональном, то есть, ну, на российском материале я бы не подготовил тот курс, который я сейчас веду, скажем, по экономике окружающей среды. С другой стороны, это сильно помогло в плане личностного, в плане расширения кругозора, в плане понимания того, как должен быть устроен университет, как должны быть устроены занятия, как должно быть устроено там взаимодействие со студентами, взаимодействие студентов между собой, как это устроено в одном из ведущих вузов мира. Вот. А в Гарвард я уже попал в качестве приглашенного исследователя сначала в 2016 году, потом в 2019. И там моя основная задача была просто введение исследований по международной политэкономии, с одной стороны, и тоже по климатической проблематике. Вы один из самых молодых руководителей департамента в стране, и мне вот всегда было интересно, как вам удается совмещать такие разные сферы деятельности, то есть это и ученый, и преподаватель, и больше такая административная работа. Да, я, кроме этого, я еще то, что называется обычный эксперт, что на самом деле сильно отличается от ученого, вот, и там консультант и так далее. Ну, это действительно сложно, и мне это не очень нравится, потому что я себя в большей степени ощущаю ученым, но, к сожалению, российские реалии таковы, что у нас настолько мало людей в нашей области, причем как в мировой экономике, так и вот в моей более узкой специализации экономики окружающей среды, что, ну, действительно приходится, приходится быть всем по чуть-чуть, вот. И, ну, я вот постепенно-постепенно пытаюсь устраивать команду, которая, ну, как бы снимет с меня часть обязанностей, которые на мне лежат, но я думаю, что даже с учетом команды, команда тоже со временем будет заниматься всем вместе, вот. Опять же просто потому, что в России, ну, настолько острая нехватка людей, что действительно самому приходится заниматься и исследованиями, и популяризацией, и, собственно, преподаванием само собой, и административной работой, в общем, и экспертизой. Всем-всем-всем. В июле Министерство экономики внесло законопроект об углеродном регулировании на Сахалине, и, как я понимаю, это предполагает квотирование выбросов по европейской системе ЕТС. Можете рассказать чуть подробнее, насколько вы погружены в эту тему, что представляет собой этот законопроект? Ну, мы, да, с коллегами немножко даже работаем над экспертным сопровождением этого проекта, но суть состоит в том, что поставлена цель достижения углеродной нейтральности к 2025 году, и для того, чтобы ее достичь, необходимо сокращать кардинально выбросы парниковых газов. Ну, для этого, да, предполагается создание некой системы регулирования, которая базируется на системе торговли выбросами, то есть распределяется разрешение на выбросы между компаниями, и компании, которые имеют нехватку этих разрешений, которые, ну, которым нужно больше выбросов, чем им разрешено, они имеют возможность купить дополнительные разрешения на рынке. В целом, да, подход примерно таков. А насколько реально, как вам кажется, распространить этот проект потом на другие регионы? Я слышала, что вот Калининградская область, Фантомасийский автономный округ уже заявили о том, что они заинтересованы. Ну, для начала надо, чтобы на Сахалине он увенчался успехом, потому что вообще это довольно нетривиальная задача, и мне кажется, что где-то идет некоторая спешка, где-то идет, ну, как бы внедрение механизмов, которые пока непонятно, как будут работать, потому что одно дело внедрить это в Европе, огромном регионе, который охватывает, там, десятки стран, или в Китае, даже на уровне отдельных провинций, в ВВП, которых равен примерно ВВП России. Другое дело внедрить систему торговли квотами в очень маленьком регионе, где там всего 5 более-менее крупных эмитентов выбросов парниковых газов. И мне кажется, что на первом этапе, прежде чем думать о распространении этой практики на всю страну, надо все-таки довести, ну, как мы говорим, дизайн этой системы до ума непосредственно на Сахалине, с тем, чтобы она действительно работала, не просто так была внедрена, ни к чему не привела, и потом произошло всеобщее разочарование системами регулирования. Я бы сказал, что пока вот это приоритет. А почему был выбран именно Сахалин в качестве такого пилотного варианта? Ну, во-первых, я так понимаю, что сам регион изъявил желание, а сам он изъявил желание, потому что там работают крупные, в первую очередь, нефтегазовые компании, которые в любом случае ставят цель обеспечения углеродонейтральности, это EBP, Shell. И, соответственно, они заинтересованы в том, чтобы регион, в котором они работают, тоже ставил амбициозные цели. Поэтому, так как интересы компаний крупнейших в регионе таковой, соответственно, регион стал таким первопроходцем России. А окажет ли введение вот этой системы какое-то влияние на потребителей? То есть ожидать ли нам изменения цен на углеводороды, например? Ну, я думаю, нам-то точно нет. На Сахалине, вероятно, конечно, если цель углеродонейтральности будет достигнута, то, по идее, это должно сказаться каким-то образом на потребителях. Но есть множество механизмов перераспределения возможных, которые сопровождают, могут сопровождать систему регулирования выбросов, которые позволяют в целом там минимизировать последствия для потребителя. Но это, опять же, вопрос дизайна системы. И тут, мне кажется, не надо спешить сильно, надо скорее сделать систему таковой, чтобы она действительно, ну, с одной стороны, давала результат с точки зрения сокращения выбросов, с другой стороны, все-таки сопровождалась минимальными социальными издержками. Это очень непростая вещь, которая, мне кажется, требует очень тщательной настройки. Ну вот, решили сделать все за три года. Ну, посмотрим, как выйдет. Вы в статье на сайте «Россия в глобальной политике» под названием «Поворот к природе» пишете, что России нужно, цитирую, запускать декарбонизацию российской экономики и перехватить инициативу, выступив с собственной климатической повесткой, которая соответствует нашим интересам. Так вот, насколько присоединение к вот этой европейской системе соответствует нашим интересам? Ну, это не совсем статья, это большой доклад, который мы делали вместе с коллегами по факультету, доклад высшей школы экономики, который действительно называется «Поворот к природе». И да, мы там настаиваем на том, что Россия не должна плестись в хвосте процессов декарбонизации, а России надо не просто активно присоединиться к этим процессам, но и двигать собственную линию. Да, одно из предложений, которое мы делаем, это начать, ну, с одной стороны, вводить собственную систему регулирования на уровне страны, а во-вторых, да, двигаться к тому, чтобы объединять, интегрировать эту систему в международные рынки, которые постепенно появляются, и в частности интегрировать с европейской системой торговли выбросами. Почему это выгодно? Потому что в России выбросы сокращать дешевле, чем в Европейском Союзе, и вообще дешевле, чем практически всюду в мире, кроме, условно, Китая и Индии, ну, и ряда других развивающихся экономик. Вот, и это значит, что если Россия является частью условного глобального рынка, которого пока не существует, то на этом глобальном рынке в разрешении на выбросы компании будут сокращать выбросы там, где-то дешевле всего, а значит, в том числе и в России. То есть, если будет создана единая, условно, я сейчас фантазирую, а мы пока очень далеки от этого, система регулирования России и Европейский Союз, то на самом деле это будет означать, что приток инвестиций пойдет именно в Россию, потому что здесь просто дешевле сокращать выбросы. Зачем европейским компаниям сокращать выбросы по цене там 80 евро за тонну, или там 100 евро за тонну через несколько лет будет, если можно сокращать в России по цене там 30 евро за тонну. Естественно, они будут сокращать в России. Для российской экономики это выгодно. Ну, понятно, что нужно, чтобы Европейский Союз на это согласился. Ну, во-первых, нужно, чтобы в России какой-то процесс в этом направлении двинулся. Во-вторых, нужно, чтобы Европейский Союз на это согласился. Это довольно много. Если, но вопрос, как бы мы сейчас предлагаем просто ставить такой вопрос и двигаться в этом направлении. И даже если Европейский Союз не согласится, то, ну, по крайней мере, Россия будет совершенно по-другому себя позиционировать в мире в рамках этих процессов декарбонизации. Это уже будет некий плюс. То есть можно ли сказать, что вот этот законопроект, он такой первый шаг, что ли, в этом направлении? Это первый шаг, безусловно. То есть это лучше, чем отсутствие законопроекта. То есть появление законопроекта о регулировании выбросов первого, закона о регулировании выбросов первого, это в любом случае хорошее явление. Но пока это очень маленький шаг, потому что, на самом деле, там речь не идет о построении систем, полноценной системы регулирования выбросов, а речь идет фактически о запуске системы мониторинга и отчетности. То есть компании должны подсчитывать свои выбросы, во-первых. Во-вторых, отчитываться о них. В-третьих, начинается регистрация низкоуглеродных проектов, которые отдельно нормативными актами регулируются. То есть это необходимые условия для регулирования полноценного посредством углеродного налога или введения цены на углерод или каких-то других механизмов. Но все-таки это само по себе, строго говоря, не регулирование. Это только как бы первый необходимый, но первый шаг на этом пути. И, конечно, требуются последующие шаги, которые, я надеюсь, в ближайшие годы могут появляться. Поговорили немножко про климат. Хочу сделать такой более-менее плавный переход к экологии и поговорить про поседневную экологию. Вы лично сортируете мусор, то есть ведете такой экологичный образ жизни? Да, я сортирую мусор, но это заслуга не меня, а моей жены, скажу честно. Потому что у меня не хватило бы самого терпения и, в общем, дисциплины для того, чтобы это делать. Но она делает, меня заставляет тоже делать. Вот, поэтому, да, сортируем. То есть мы огромные мешки и коробки с стеклянными бутылками, с пластиком, с макулатурой собираем. Ну, вообще, мне кажется, что, то есть не отменяя ответственности каждого конкретного человека в сохранении, как бы, в защите окружающей среды и в минимизации, собственно, воздействия на окружающую среду. Конечно, все-таки критическое значение имеет появление инфраструктуры какой-то централизованной. Ну, потому что невозможно заставить людей, вот, у меня жены хватает терпения, но с анестетичкой человеку, я понимаю, что никогда не будет хватать терпения сортировать мусор вот в тех условиях, которые у нас есть сейчас, когда надо не просто вынести там во двор и в отдельный контейнер, а когда там надо куда-то это отвозить, например, как мы это делаем. А, то есть вы отвозите, понимаете, специальные места? Ну, мы такси вызываем специальные, да, которые вот отвозят этот мусор и на переработку в разные места и так далее. Но, то есть понятно, что это там огромное усилие, я вот своей супругой восхищаюсь в этом плане, но я понимаю, что, ну, так это не должно работать. Какие у вас вот сейчас есть хобби? Мы поговорили про хобби в университете, сейчас вы продолжаете? Ну, у меня очень разные, они очень быстро меняются. Там несколько лет назад я, там, довольно активно рисовал карандашом. Там, ну, это началось с того, что я для сына начал рисовать мультяшек по его просьбе. Получилось, оказывается, оказалось, что я, в общем, очень неплохо рисую мультяшек. Я стал как-то рисовать карандашом, но сейчас довольно мало это делаю, не хватает времени. Я очень люблю смотреть кино, ну, то есть не всякие блокбастеры, а там авторское кино, серьезное кино, вот. Я по-прежнему иногда играю в шахматы, я люблю футбол, вот. Но сказать, что у меня есть какое-то одно хобби, которым я занимаюсь, там, условно, раз в неделю, выделяя для этого время, к сожалению, нет. Хотя, наверное, было бы неплохо, если бы оно было, на самом деле, в таком режиме. Позволило бы немножко разгружать мозги, но, к сожалению, вот этого я себе не могу позволить. То есть, когда выделяется свободная минута, ну, занимаясь тем, к чему сейчас душа лежит. А расскажите, какой последний просмотрный вами фильм? Ну, последний я вместе с сыном смотрел «Звездные войны», просто пересматривал. Какую часть? Ну, первые эпизоды, последние для него еще довольно жесткие. Вот, там много всяких трупов и вопросов таких, которые требуют сложных ответов. А первые, они такие довольно, относительно более мягкие. Ну, первые, в смысле, первые по хронологии, которые, четвертый, пятый эпизод, я имею в виду, а не первый, второй, третий, которые в 90-е годы уже, в 2000-е были снят. Вот. А так, сам, вот, последний, наверное, смотрел, наверное, манк Дэвида Финчера. Хорошо. А последнюю книгу, которую вы прочитали? Я много читаю, я довольно много читаю популярной экономической литературы, но последнее, что прочитал, это Банеджи и Дюфло, Дюфло, экономическая теория, экономическая наука в тяжелые времена. То есть это все-таки больше для работы? Это не для работы, это, ну, то есть для работы, конечно, тоже, но я вообще читаю очень много ненаучной, как бы популярной экономической литературы. И мне кажется, что это очень недооцененный у нас пласт литературы, особенно для студентов. То есть студенты практически не читают популярную экономическую литературу, к сожалению. Я бы, у меня, на одном из курсов, у меня вообще задание для студента, одно из заданий, это прочитать в течение семестра, который идет курс, книжку из списка, популярную книжку, которая, ну, одну книжку из списка, которую я им предлагаю, ну, которая связана с тематикой курса. Потому что популярная литература, она, в отличие от учебника, она позволяет, как бы, связывать, находить причины, анализировать и, как бы, находить причины следственной связи между явлениями, позволяет ставить кругозор. То есть это не просто конкретные, там, навыки, конкретная модель или конкретный, там, ну, конкретный набор терминов, классификации и так далее. Это литература, которая позволяет приобрести, как бы, экономический стиль мышления, и не только экономический, политэкономический, там, международно-экономический, вот, и которая действительно позволяет расширять кругозор. Я, кстати, когда я был руководителем образовательной программы, я, собственно, составлял, там, список из 50 книг, которые рекомендую студентам, вот, во время, во время обучения в бакалавриате, и тоже, там, каждый год направлял студентам, первокурсникам, это список тоже для того, чтобы, ну, кто-то, кто в этом заинтересован, могли это почитать. Из художественной литературы, если вы ее имеете в виду, то, к сожалению, я читаю ее не так часто, но в последние годы, в последние, не годы, а там, в последние, последние полгода, наверное, я решил вернуться к истокам и почитать некоторые книжки, которые я последний раз читал в школе, вот, в частности, там, «Отцы и дети», например, вот, немножко по-другому он смотришь на ту же самую литературу, которую я читал когда-то, ну, вот, пару месяцев назад, да, прошел заново. А какой у вас любимый автор из российской литературы? Я не так много к своему стыду читаю, читаю художественную литературу, вот, ну, нет, любимый автор у меня, пожалуй, Булгаков, который я в свое время прочитал всего, ну, вот, наверное, Булгаков, да. А ваша любимая страна для туризма? У меня нет страны для туризма, я очень люблю отдельные города, я очень люблю Сан-Франциско, я, я люблю Париж, ну, вот, наверное, из городов такие два, ну, мне очень комфортно в Италии, я чувствую там, как бы, некую душевную гармонию, вот, но, не знаю, насколько можно сказать, что это моя любимая страна для туризма, я там ни разу не был как турист, я там в командировке летал, но мне там очень комфортно. А какую музыку вы слушаете? Ну, мне нравится классический такой софт-рок, я очень люблю Боба Дилана, ну, вообще, слушаю иногда и русский рок, тоже в основном классический, то есть, там, старый, там, аквариум ДДТ и так далее, последний, последний год довольно много слушаю The Killers, которые мне тоже очень нравятся. А слушаете ли вы подкасты? Если да, то вы, может, порекомендуете что-нибудь? Очень редко, нет, практически, практически никогда. Я несколько раз записывал подкасты, вот, как раз у нас на факультете, и, собственно, после этого, так, несколько послушал еще, но это просто в целях понимания того, что они собой представляют, но так подкасты и нет, я не слушаю. А вот вы сказали, несколько записали, и потом как-то не понравилось, не пошло? Нет, ну, в смысле, у нас на факультете есть серия подкастов Мировой факультет, да, которая, ну, вот, коллеги записывают с разными, с разными нашими преподавателями, профессорами, собственно, серию подкастов, ну, вот, со мной тоже записывали, вот, в следующий раз пригласят, снова запишусь. А какие YouTube-каналы вы смотрите? Никаких, то есть я не подписан на конкретные YouTube-каналы, только, ну, какие-то отдельные ролики, то есть я довольно часто в YouTube залезаю, но так время от времени они ни на что не подписаны. М-м-м.